Еще на прошлой неделе в ходе предварительного объезда рабочая группа Ленинского района обнаружила нарушение. Речь идет о нескошенной траве возле магазина «Хит», многоквартирного дома номер 6А и швейного предприятия по улице Красногвардейской. Теперь ее представители прибыли на место повторно, чтобы проследить, как выполняются выставленные требования. В первую очередь мы обращаем, конечно, на субъекты хозяйственной организации, предприятия, прилегающую территорию к ним. Также мы задействуем и частный сектор, чтобы люди, согласно правилу благоустройства, обкашивали территорию возле себя до тротуара, либо, если отсутствует тротуара, до оси дороги. И, конечно же, наведение порядка тоже присутствует. Предлагаем частникам, юрлицам и пэшникам благоустроить вокруг себя территорию, то есть высадка зеленых насаждений, какие-то инсталляции, чтобы наш город был красивее, и подход к ним же, на их территорию, был приятнее для обывателя. Результат повторной проверки порадовал. Замечания были учтены, а дополнительные меры воздействия не потребуются. Я хочу сказать, жильцы у нас очень аккуратные и, можно сказать, как домовитые, потому что очень много делают, каждую весну проводим субботники, поэтому, в общем-то, территория, мне кажется, у нас довольно-таки достойная. Всего распоряжением администрации при Ленинском районе создано пять рабочих групп, по одной при каждом жесте. В составе комиссий сотрудники УВД, МЧС, санстанции, инспекции по охране труда и мусороперерабатывающего завода. С начала 2023 года выдано более 800 требований, составлено 28 протоколов. В рамках рабочей группы около 212 протоколов выдано, также сотрудники администрации Ленинского района. Невзависимо рабочие группы выходят на данные территории, закрепляют территории за субъектами хозяйствования. Каждую среду рабочая группа собирается в ЖЭСе, и мы начинаем работать. То есть, определяем район, который будем обследовать в этот день, и выезжаем, и смотрим по наведению порядка прилегающей территории. Это всех субъектов хозяйствования и также частного сектора. В случае нарушения мы выдаем им предписание, которое и устанавливаем сроки выполнения. Иногда, как признались члены группы, для устранения недочетов бывает достаточно простого разговора. В этом случае чисто по-человечески входят в положение и не выносят предписания. Однако ситуация перед торговыми павильонами в микрорайоне Граевка не тот случай. Здесь четко видно, что некоторые собственники проигнорировали требования скосить траву. Теперь на исправление ситуации у нарушителей будет три дня. К тем же, кто добросовестно выполнил пожелания, претензий нет. Была большая здесь растительность, в частности, перед павильоном мы, 5 метров, вблизи павильона росла трава. То есть мы приняли решение полностью все здесь покосить, покосили вплоть до дороги. Для чего это делалось? Для того, чтобы город нормально у нас выглядел. То есть и не пожалели своих денежных средств и, так сказать, сделали это. А вот с кого даже стоит брать пример, так это предприятие Брестводоканал. Его руководство и сотрудники находят силы и средства содержать в чистоте и порядке не только прилегающую территорию, но еще и соседям помогают. Наше предприятие в рамках месячника по благоустройству города дополнительно оказывает помощь по обкосу травы и уборке территории по улице Красногвардейской. Вы это вот видите здесь, не только территория предприятия, но и остальная территория. Чтобы наш город был красивым, чтобы люди, которые приезжают к нам, и жители города, и туристы, видели, что у нас порядок. Таких рачительных хозяев замечают не только жители, но и администрация Ленинского района. А потому в 2022 году предприятие «Заслуженно» стало одним из победителей конкурса по благоустройству.